Здравствуйте, друзья! С вами канал Нью Рашворд, наша ежедневная информационно-аналитическая программа, я ее ведущий Александр Глушенко. И в соответствии с вашими многочисленными вопросами и пожеланиями получить на эти вопросы ответ, которые существуют, эти вопросы лежат у меня в копилке с момента организации или открытия нашей передачи, которая называется Глушина, где-то прошло уже с год, в мае будет год, как эта передача выходит регулярно, практически ежедневно. Вопросы лежали в копилке и сегодня я отдаю долг, вопрос исключительно связанный с тем, чтобы я разъяснил, показал и рассказал, что такое все-таки национальная гвардия или как ее называют сокращенно Росгвардия в Российской Федерации. Потому что любой нормальный гражданин должен знать, кто тебя будет бить по спине дубинкой. И не всегда по спине, иногда в нарушении всех законов и правил, эти доблестные бойцы бьют и по голове, и в пах, и в проекцию сердца. Что категорически запрещено их там уставами, инструкциями, наставлениями и так далее. Что же такое национальная гвардия? Это же контора, которая появилась сравнительно недавно. Я сейчас не высказываю своего неоценочного, никакого-то иного суждения в отношении этой организации, в отношении этой силовой структуры. Просто хочу рассказать немножко предыстории и что это такое на сегодняшний день. Чтобы вы знали, кто может в определенной степени, при определенных обстоятельствах, противостоять законным действиям людей, имеющих либеральные, демократические и оппозиционные убеждения. В основном противостоять, наверное, все-таки на улице. Значит, прообраз национальной гвардии был организован царем, императором Александром I в 1811 году. То есть, вы видите, что национальная гвардия, если брать от ее прообраза, это все в открытом доступе, начиная от ее прообраза, исполняется, кстати, исполняется сегодня. Я почему ответ на этот вопрос и приурочил 27 марта. Сегодня день войск национальной гвардии. Я никого с этим праздником не поздравляю, друзья. Не хочу. Так вот, 210 лет со дня основания, тогда это называлось так, отдельный корпус войск внутренней стражи. И он, значит, в положении императорском об этом, в указе императорском об этом корпусе было сказано, для поддержания тишины и спокойствия в государстве. Ну, то есть, вот эти военнослужащие должны были, это были так называемые гарнизонные батальоны. Гарнизонный батальон корпуса внутренней стражи. То есть, они не были предназначены для ведения внешней войны. Стояли в каждом крупном губернском городе гарнизонные батальоны внутренней стражи. Вот. Ну, потом как-то трансформировался, сейчас не буду задаваться, вдаваться в подробности. Единственное, что нужно понять, что без вот этой вот внутренней такой вот полицейской силы, но более сильной, чем полицейская сила, скажем так, более вооруженной, государства не существовало фактически никогда. Да, в принципе, и ни одно государство не существовало. Я вам сейчас вот можете задать вопрос, я вам расскажу, я пришлось тему изучать. В каком государстве, как называется, подобная силовая структура. То есть, военизированная полицейская структура. После Октябрьской революции, эта же структура называлась отдельный корпус войск ВЧК. Всероссийской чрезвычайной комиссии. Потом стало называться внутренние войска. И вот, с названием внутренние войска прошла историю всех сталинских репрессий, отечественной войны, послевоенного периода. До развала Советского Союза и после развала Советского Союза. До 1993 года, кроме задач по усилению деятельности милиции, полиции, в задачи внутренних войск входила еще охрана исправительных трудовых учреждений и конвоирование осужденных. Достаточно объемная задача при советской власти. Это была основная и наибольшая численность тех самых внутренних войск. Вот, значит, в 1993 году функция охраны ИТУ и конвоирование с внутренних войск была снята и оставлена в их функциях только оказание помощи органам внутренних дел в охране общественного порядка. Но эта структура тогда была чисто войсковая. Значит, с приходом сказочно-национального лидера, после прошедших очень серьезных межнациональных конфликтов и мятежей на территории России, сказочно-национальный лидер решил эту силовую структуру реформировать. И вот в 2016 году наконец-то нашлись деньги, наконец-то нашлись преданные люди типа генерала Золотова. Умнее он никого найти не мог. И он организовал еще один центр силы для противостояния оппозиции. Исключительнейшим образом. Значит, что было, да, и любой диктатор, он старается раздробить силовые структуры, чтобы в одном кулаке, в одном, в одном, да, вот сосредоточии не скапливались слишком большие силы. Вот, допустим, внутренние войска принадлежали Министерству внутренних дел. Это достаточно серьезная сила, там есть и тяжелое вооружение, и авиация, все в составе внутренних войск. Так, для Министра внутренних дел это будет многовато, как бы что ни устроил, типа государственного переворота. Выдернули внутренние войска, сунули под власть Золотова. Потом из Министерства внутренних дел выдернули ОМОНы, сунули Золотова. Потом СОБРы сунули Золотова. Потом вневедомственную охрану сунули Золотова. И потом систему контроля за оборотом оружия сунули Золотова. То есть, немножко оголили Министерство внутренних дел, чтобы никто не задумывался никогда ни о каких силовых действиях против диктатора. Итак, что такое Нацгвардия на сегодняшний день? Вот специально выписал все с цифрами, информация абсолютно не секретная. Значит, смотрите, кто будет противостоять оппозиции на улицах, кто будет противостоять каким бы то ни было демократическим изменениям. Для ОМОНа в Российской Федерации 23 тысячи. Из них основная часть, то есть, 2 тысячи примерно сосредоточено в Москве, 1 тысяча в Питере. В остальных городах, областных центрах ОМОНа находится примерно от 200 до 400 человек. Исключительно в областных центрах, как правило. Если возникают проблемы на территории области, то ОМОН выезжает из областного центра туда, где эти проблемы возникают. Ну, вот вспомните, там, восстание цыган, там, где-то в Пензенской области, еще другие мероприятия там. То есть, в области от 200 до 400 ОМОНовцев. Ну, вот считайте, может ли оппозиционная часть населения им противостоять? СОБРы, специальные отряды быстрого реагирования, примерно 10 тысяч. Ну, где-то человек, может быть, по 100 в каждом регионе. Они предназначены для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Это немножко более качественное подразделение, чем ОМОН. И внутренние войска, оперативные части внутренних войск, то есть бывшие внутренние войска. Это точный слепок или точная копия мотострелковых войск Министерства обороны. Кстати, они раньше и назывались. Мотострелковые части внутренних войск. Там, вот берем мотострелковый полк или мотострелковую бригаду, это точная копия мотострелковой части Министерства обороны. Бронетранспортеры, БМП, в необходимых случаях танки, артиллерия. И все они стоят в удаленных военных городках, в населенных пунктах. Нет, вы их не увидите. По тому же принципу, как стоят части Министерства обороны. Итого, силовая составляющая, которая может быть противопоставлена уличной активности граждан, составляет примерно 80 тысяч человек на всю Россию от Национальной Гвардии. 80 тысяч. Еще 50 тысяч составляют части по охране важных государственных объектов, рассказываю. Атомные электростанции, ядерно-опасные объекты, объекты ядерно-оружейного комплекса и крупные военные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Все охраняются частями Национальной Гвардии. Этих войск примерно 50 тысяч. Значит, всего военная составляющая Национальной Гвардии составляет 80 плюс 50, 130. Но части по охране важных государственных объектов заниматься разгонами, задержаниями не будут по той лишь причине, что они все привязаны к караульной службе на своих объектах. Остальную часть, догоняем до 400 тысяч, сейчас численность Национальной Гвардии 400, это лицензионно-разрешительная работа, то есть контроль за оборотом оружия. И ВОХР, так называемая военизированная охрана или вневедомственная охрана, остальные вот эти вот 270 тысяч составляют вот именно вот эти вот люди. Вот считайте, кто вам, нам, нам всем со стороны Национальной Гвардии может противостоять. Это очередной центр силы, созданный сказочным национальным лидером. Единственное, чем они отличаются от элементарной полиции, это повышенной мобильностью, так имеют в своем составе авиацию. Несколько авиационных полков на самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8. Я вам рассказал то, что знаю, то, что узнал, то, что мне рассказали сами нацгвардейцы. Делайте выводы, я просто посвятил вас в очень интересную тему. Всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok